друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки пятница складывается очень неплохо для нас продавцов доллара друзья я думаю что настроение перед выходными текущей тенденции точно а поднимут потому что по моему скромному предположению мы закроем сегодняшнюю сессию и соответственно всю неделю на более низких значениях по индексу доллара и на более высоких значениях по рисковым инструментом пару слов чтобы все прекрасно понимали чем мы локально работаем начнем давайте с фондового рынка S&P котируется на отметке 3563 пункта раньше мы выжили все соки из того ралли бычего которое было предсказуемым ожидаемым я рассчитываю на то что друзья вы прислушались к моим прежним рекомендациям мы смогли прокатиться ну хоть на каком-то индексе nasdaq и dow jones S&P неважно там тенденция была единой сейчас конечно же тот фонд который есть в моменте располагает к тому чтобы S&P и nasdaq и dow jones продолжили дальнейшее восстановление главная новость пожалуй если обрисовывать общую тенденцию на финансовом рынке это решение конгресса сша палаты представителей лидеров большинства и меньшинства все-таки вернуться к вопросу новых мер экономического стимулирования конечно же эта новость которая пляшет от разрушительного воздействия второй волны к вида и это воздействие проявляется сейчас и в статистике и в тенденциях и в мрачных настроениях которые присутствуют на рынке трейдеры инвесторы домохозяйства люди реально не знают что будет дальше поскольку если все-таки речь дойдет до полно масштабного общенационального карантина по всем регионам то что было в начале двадцатого года тогда а мировую экономику ждет еще одна глубочайшая рецессия и выбраться из нее будет уже довольно проблематично даже перспективе 5 лет конгресс сша вчера виде друзья как мы предполагали ситуацию с ковидом в штатах три дня подряд в сша фиксируется больше 170 тысяч новых случаев заболевания это страшные показатели и тоже как мы и прогнозировали это неизбежно привело к закрытию общественных заведений вместо запретом людям собираться группами больше четырех человек другие меры социального дистанцирования в нью-йорке со вчерашнего дня закрыты школы это готовит нас к тому что следующее решение будет полноценный локдаун соответственно обсуждая и прогнозируя дальнейшие перспективы для американской экономики власти сша пришли к выводу о том что новые меры безусловно необходимы что это значит когда мы их получим я все-таки уверен друзья что произойдет это не раньше 14 или 15 декабря точнее лучше сказать нужно ориентироваться на вторую половину декабря потому что 14 декабря голосование выборщиков определение имени американского президента и нужно сначала закрыть все вот этот политический вопрос того кто же все-таки займет овальный кабинет и после этого когда либо демократы либо республиканцы окажутся у власти навалиться на а вот эти меры и фонды государственной помощи что это значит для фондового рынка я допускаю что на спекулятивном спросе сейчас волне фондовый рынок может продолжить расти прямо с текущих значений но если вас интересует моя точка зрения я бы все-таки занял выжидательную позицию по фонде как раз до середины декабря и после этого уже смело приступал к покупкам если прям совсем хочется сейчас поработать с фондовыми рынками то очень рискованная сделка она против реального тренда но предполагает опять же потенциальные распродажи до 14 декабря то есть продавай на ожиданиях и покупай на фактах такая логика может сработать меры экономического стимулирования что это для доллара почему американская валюта валится я много раз уже говорил что как только этот пакет финансовых стимулов будет согласован а тут же во главе всего окажутся риски инфляции соответственно доллар который сейчас уже приближается к сентябрьским минимумом продолжить развитие нисходящей динамики окажется там ниже девяносто одного с половиной и даже в районе 90 пунктов но это конечно же долгосрочная цель и не думаю что так низко мы можем оказаться в рамках этого года но тенденция нисходящая друзья остается я тоже вам много раз говорил что нужно использовать любую коррекцию сходящую для того чтобы выгодно зайти в сделки по продаже доллара статистика прогнозируемо свидетельствует о том что пандемия оказывает серьезный ущерб для основных секторов американской экономики вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице 742 тысячи обращений это много друзья это говорит о том что тенденция снижения она в принципе уже сломана и при на том что происходит сейчас в американской экономике и на фоне бездействия властей которые до сих пор не могут дать денег нуждающимся предприятиям количество безработных будет только расти и чем хуже дальше будут данные тем более стремительным будет снижение американской валюты страхи и опасения которые присутствуют на рынке как их можно конвертировать в другую сделку по другой категории финансовых активов золото друзья чем ближе к отметке 1860 это мощная поддержка тем выгоднее уровень для средней долгосрочных покупок евро против доллара 1 18 82 мы с вами ранее предполагали что следующая цель по европейской валюте будет значение 1 19 может быть чуть повыше 1 19 50 мы планомерно идем к этому рубежу и совсем уж цель наперед это 1 а 20 лагард в ходе вчерашнего выступления подтвердила что в декабре будут задействованы новые меры экономического стимулирования это значит то что восстановление в европейской экономике будет быстрее происходить чем в сша и вот пожалуйста причина почему сейчас крупные инвесторы несут капиталы именно в европейские активы которые разумеется номинированы в евро поэтому европейская валюта пользуется поддержкой но если даже на это закрытие глаза и просто положиться на то что происходит с долларом здесь тоже тенденция только лишь в рост британская валюта 1 32 73 сегодня друзья может быть очень важный день для фунта потому что мы ждем подробности камнюке как и говорил по поводу последнего этапа переговоров между ес и англии но самое интересное то что под закрытие вчерашнего дня мишель бронье который возглавляет делегацию переговорщиков а тс сообщил о том что а переговоры приостановлены потому что одного из переговорщиков обнаружен коронавирус друзья то есть делегация которая должна была подготовить документа дать его на саммит на рассмотрение фактически сняла себе все обязательства по этим потенциальным договоренностям и сегодня европейский союз может официально анонсировать то что начал подготовку к сделке с англией по условиям жесткого сценария то есть когда англия покинет и с без доступа к единому европейскому рынку и таможенному союзу поэтому по фунту друзья я как и ранее рекомендую вам все-таки рассматривать этот актив с точки зрения продажа доллар канадец 130 66 добиваемся или 130 совсем чуть-чуть осталось новозеландец то же самое 70 пунктов дата и профита 069 24 цель 070 и биткоин 18000 29 друзья а я рекомендую биткоин продавать потому что в отношении крипто рынка и в данном случае крипто эталона биткойна есть тоже такое понятие как индикатор рыночных настроений в нашей компании это кайман в глобальной экономике это индикатор страха и жадности так вот на текущий момент этот индикатор показывает то что 90 процентов трейдеров абсолютно уверены в том что биткоин не просто находится в восходящей фазе он обновит максимум и закрепится гораздо выше отметки в 20 тысяч как правило если индекс находится на таких высоких значениях и все покупают нужно действовать совсем наоборот в этот момент нужно соответственно продавать и как только индекс жадности переходит в фазу страха вот тогда хорошие возможности для покупок я думаю друзья мы все помним опыт семнадцатого года не нужно повторять этих ошибок и эти ошибки повторяются сейчас чем выше биткоин тем больше разговоров о том что хайп будет продолжен и тем больше людей начинают его обсуждать и рассматривать искать возможности как бы его купить в такой момент как правило происходит самая серьезная коррекция и может быть даже начало нового тренда мои рекомендации по биткоину только лишь short на этом собственно все хорошего вам закрытия недели и до скорых встреч уже понедельник всем пока